Бог видит нас Игранными, злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, готовыми чуть что впросак и сесть. Бог видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, когда и он, и Ева, прикрывая, ее спешили с глаз долой к кусту. Ведь мы стыдимся нашей наготы и норовим под мишурой укрыться, упрятать от стыда зардевшиеся лица, от глаз всей видящих с надзвездной высоты. В последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка, что на спине, по-детски, на распашку. А то, что иногда кладут покойным в гроб, бессмысленно, наивно и нелепо, как катафалк с нагруженным прицепом, везущий вслед за гробом, барахло. Но безвыходность, отчаяние, обрыв или все же есть какая-то надежда, какая-то особая одежда, чтобы встать перед Богом наготу, прикрыв. Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас чистейшую одеждой. Белее снега сделан саван тот, омыт в крови возлюбленного сына. И нашей безнадежности картина преобразилась, став пред ним святой. Мы изменились в Божьих очах, родившись от Него, в Него крестились, в Его ковчеге навсегда укрылись, а крест Христов рассеял смерти мрак. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто, преклонясь без жестов броских, признался в наготе, приняв Его любовь. Слова Господа. Слова Господа.